Всем привет! Поговорим сегодня о настройках рабочего стола, в частности об обоих. Есть несколько хороших вариантов, особенно для моих сборок, потому что мои сборки включают уже установленную программу Variety и слайд-шоу. Для начала создадим папочку в изображении, создадим папочку, назовем ее smplayer, вот таким вот образом. Запустим smplayer, сначала зайдем в настройки, и в настройках пойдем вот сюда, вот, изображение smplayer открыть. Вот все изображения из любого фильма, который я буду просматривать и делать краткие снимки, они будут храниться в этой папочке. Показываю на примере. Вот, допустим, хороший фильм есть, Джон Каптер. И, значит, в этом фильме можем сделать вот снимочек отсюда. Отсюда, 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 ну и, например, отсюда. Посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас снимочки все в очень хорошем качестве получились. Теперь, значит, будем их, скажем так, присоединять к обоям рабочего стола. Итак, у нас имеется несколько вариантов разнообразить свой рабочий стол, в частности, его обои, первый. Ну, в любом месте экрана кликаем правой кнопкой мышки, изменить фон рабочего стола. Ну, а здесь я это просто уберу. А вот давайте папочку добавим. Изображение, папочка SM Player, открыть. Тут я из фильма сделал много всяких кадриков. Ну, вот, в частности, можно посмотреть вот такой вот есть там, вот такой. То есть, практически можно выбрать любой фон рабочего стола, зависит, как говорится, от вас. Вот, к примеру, вы выбрали обои рабочего стола из фильма «Джон Картер». Вот такие вот. Вот они у вас, как говорится, здесь и сидят. Значит, это, значит, один из вариантов, значит, разнообразить свой рабочий стол. Причем, фильмов множество. Вы можете из любых фильмов выбрать свои любимые, как говорится, кадры и использовать их в качестве обоев для рабочего стола. А можете просто сделать папочку, туда поскидывать все фотографии, которые вам нравятся, там, ваших родных, близких, любимых. И также сделать их фоном рабочего стола. В моей сборке входит программа «Варите» и к ней приложение «Слайд-шоу». Вот, посмотрите, что можно сделать здесь. Запускаем «Варите». В «Варите», значит, имеются параметры. Идем в «Параметры». И вот сюда мы добавим папочку. Папочку добавим такое? Изображение. Вот, «Смплеев». Добавляем. Теперь, для чистоты, скажем так, эксперимента, я поснимаю галочки с остальных папок. Потом мы их можем все снова поставить. Ставим галочки, галочку только на тапочке, вот, «Смплеев». Меняться будут обои каждую минуту. Значит, ну, вот можно немножечко подождать, посмотреть. Обоинки начнут меняться. Вот они уже начали меняться. Это вот один из вариантов. Могу запустить слайд-шоу. И из этой папочки, значит, будет идти показ слайд-шоу. Очень бывает приятные такие напоевы, увеличение, там, уменьшение. В любой момент, значит, кликнули левой кнопкой мышки, и слайд-шоу прекратилось. Слайд-шоу можно запускать еще и отсюда. Вот таким вот образом можно разнообразить обои на своем рабочем столе. В частности, я показал пример с программы «Смплеер», как из нее делаются фотографии, куда они сохраняются, и как эту папочку подключить к рабочему столу в качестве постоянной, или, допустим, вот, в качестве, значит, программы «Варите». Если «Варите», вот сейчас вот так вот я остановлю, выйду из нее, то вот этот рабочий стол, он до следующей перезагрузки будет сохраняться. Если по каким-то причинам мне захочется изменить фон рабочего стола, то я, опять-таки, всегда могу пойти вот сюда и сделать фон рабочего стола, вот, допустим, вот таким вот. Так что, для тех, кто желает, скажем так, разнообразить обои рабочего стола, именно теми, которые ему нравятся, вот, может использовать вот такие вот подходы. То есть, создается папка, куда складываются все необходимые фотографии, ну, а как уже подсоединить эту папочку, значит, уже видите, два варианта. Или, значит, через обои рабочего стола, или через программу «Варите». Вот, могу вам вещь такую порекомендовать. Это сделает, скажем так, вид вашего рабочего стола просто-напросто уникальным, а не таким, как говорится, стандартным, как у всех. И плюс, естественно, вы будете выбирать именно то, что вам нравится. И вкупе, значит, с предыдущим уроком, в котором я рассказывал, как там делать разные настройки панелек на рабочем столе, вот, это, значит, существенно разнообразит внешний вид вашего рабочего стола. Так что, желаю вам попрактиковаться в этом деле, всяческих успехов, удачи и до новых встреч.